Все пропало? Таможня ввела запрет. Такими месседжами вчера заполнились социальные сети. Любители интернет-шоппинга были шокированы новыми правилами, которые ограничивают покупки в сети. Но сегодня фискалы неожиданно опровергли все опасения. Так что же можно и чего нельзя? Разбиралась Елена Митясова. Прощайте брендовые телефоны, фирменная одежда и парфюмерия по низким ценам. Украинцам больше в заграничные онлайн-магазины ни рукой, смысла нет. Посылка все равно не дойдет до адресата. Информация о том, что таможня массово заворачивает бандероли с товарами известных торговых марок, накануне захлестнула СМИ. Дескать, под санкции попали более тысячи компаний-производителей. А виной всему право интеллектуальной собственности. То, что проблема с поставками действительно есть, подтвердили в украинских интернет-магазинах. Эти действия, которые сейчас происходят на таможне, они направлены на уничтожение конференции. Нет конференции, нет сервиса. Нет конференции, высокие цены. Нет конференции, нет ассортимента. Пользуйтесь тем, что есть и радуйтесь, что у вас хоть что-то есть. Но фискалы все опровергают. Мол, растиражированная СМИ информация недостоверна. Некорректный вклад информации в интернет-введение. Никаких заборон ни сегодня, ни вчера, ни позавчера ДФС не вводила. При этом уточняют, ограничения навоз брендовых товаров действуют с 2000 года. Распространяется только навоз контрафактной продукции. Сегодня в ДФС Украины проводится ряд контрольно-переверочных заходов, связанных с мережами интернет-магазинов, а также с сортувальными станциями, где действует размытение международных почтовых отправок. Но с запретом навоз брендовых товаров не все так гладко. Виной всего, по мнению фискалов, инициатива депутатов. Сейчас в Верховной Раде находятся несколько законопроектов, один из них, который, в частности, предпочитает введение в Украину национального вычерпания прав. Это законопроект номер 5419. Если этот законопроект примется, то будет такая ситуация, как описывается. Татьяна Острикова как раз автор этого закона. Но слова фискалов отрицают. Говорит, в парламенте действительно внесено два документа. Первый, авторство Нардепа Пташник предусматривает, что при ввозе товара в страну необходимо согласие собственника. В основе второго, подготовленного Минэкономики, действует международный принцип, когда согласие производителя не нужно. Но какой бы из них Верховная Рада не выбрала на обычного покупателя и личной покупки, это никак не повлияет. Претензии будут только крупным коммерческим компаниям. Если у нас какая-то интернет-платформа завозит в Украину товары, не декларует, что это она завозит, а разбивает это на посылки каких-то фиктивных подставных граждан. Так вот тут как раз должна была быть реакция митницы и податковой милиции, потому что это нечто другое, как ухиление от платы податков. А если это обычные посылки граждан, то все спокойно замовляем. И если это не коммерческое использование, то, конечно, митница не будет совершить никаких перешкод в их митном оформлении. Но пока, утверждает на Ордеп, эти законы отложены на неопределенное время. И когда за них возьмутся депутаты, неизвестно. Но как там бы ни было, если подобные нормы будут приняты, не взлетят ли цены на импортные товары и останутся ли они доступными рядовому потребителю? Елена Митясова, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер.